И почему ты еще не на стримах Hellye Play? Все анонсы и трейлеры Gamescom Итак, первый трейлер, который у нас открывает сегодняшний наш обзор Это Streets of Rogue 2 Что-то, кстати говоря, знакомое Это roguelike-песочница в открытом мире А почему я ее знаю? Мне кажется, я... По-моему, первую часть я играл И она вроде бы была не очень Или, может быть, я не помню А, ну да, она мне не то, чтобы супер вау зашла Именно своим концептом Но, может быть, я недостаточно ее разыграл Поэтому не смог прочувствовать Но отзывы, они очень крутые Ну вот вторая часть, погнали Такая, где HD? Ну, выглядит, конечно, красивый пиксель и арт Мне всегда нравился Выглядит прикольно Выглядит прикольно, но по факту да То есть это интересная смесь, понимаете? Рогалик-песочница Может быть, как-нибудь надо сесть И распробовать ее Да, кстати, ребят, по классике таких анонсов считаем женских главных персонажей Первый пошел Либо который презентует игру Давайте считаем мужские и женские персонажи Пока мужчины 0, женщины 1 Кто будет вести? Мужчины 0, слэш 1, женщины Подпишите только мужчины и женщины Слева и справа Ну, выглядит клево Блин, да-да, красиво вообще Анимация такая классная Надо будет как-нибудь первую часть Попробовать И ты можешь сделать все это с друзьями Я, конечно, ППЦ она накручена Куча-куча вещей Короче, во-первых, разработчики Тинни Билд Да, по-моему, как так они называются Это очень крутая компания У них очень много крутых игр Таких самобытненьких, классных Могу сказать, что меня, честно сказать, заинтересовало это Потому что заинтересовало настолько, что я даже подумал о том, чтобы как-нибудь глянуть вторую, первую часть, которая у меня есть, но которую я не распробовал по тем или иным причинам Себе добавляю в желаемое В принципе, выглядит бодро Анимации прикольные Стиль прикольный Лайк Едем дальше Дальше у нас экшен-головоломка Лиз Фанга The Time Shift Warrior Поехали Так, сразу проверяем субтитры Выставились правильно? Нет Ну сразу можно уже 0-2 Опять же Так Ну вот я хочу, собственно, сказать Экшен-головоломки мне, конечно, особо никогда не нравились Вот Ну как-то скучно мне было все, да Скинь в телегу список того, что добавила желаемое А вам было бы интересно увидеть от меня список? Тогда я буду сохранять Тогда я буду сохранять и потом я сделаю вам пост в телегу И может быть вы тоже пройдете, сейчас можете туда не бегать Но мне уже, честно сказать, не нравится, как она выглядит Особенно эта анимация стоящих чуваков на месте Вот так вот, блядь, у них там как-то ноги дебильно разъезжаются Какой-то рейдовый босс из World of Warcraft Нууууууууу Узнаваемые механики, которые мы уже в тысячный раз видим В тысячи подобных игр, блядь Вот мне вообще это не очень нравится Ну это, понимаете, это все один и то же Я вот когда вижу такие игры, я вижу, блядь, очередной рискин. Бля, хуй знает, как будто мобилка какая-то, да. Не, вообще, вообще не зашло, мимо проходит какая-то вот прям, не знаю, людям, может быть, которым нравятся такие незамысловатые, казуальненькие кэкшн-головоломки, может быть, отлично, но для меня это вообще максимальный мимо, блядь, вообще никак не заинтересовало, ни по, вообще никак, ни по подаче, ни по графике, ни просто какой-то, просто, блядь, в помойку. Едем дальше. Постапокалиптическая градостроительная стратегия Endzone 2, ууу, ну давайте вместе с вами сейчас напомним, кто не помнит, что такое Endzone, она у меня есть, World Apart. Вот, в целом, это очень неплохая стратегия, ну, я думаю, все прекрасно сказано, постапокалиптическая стратегия. Там разные возможности есть, вы не только развиваете свое поселение, то есть там разная такая штука, я удивлен, что вышла вторая часть, первая была воспринята очень-очень хорошо, тем более для стратегии, вот такой, так что погнали, Endzone 2, это интересно, это интересно глянуть. К сожалению, субтитры здесь вообще нельзя включить, вот. Почему смешанные тогда? Чел, ты, походу, за Steam не шаришь, да? Тебе показали, где там сколько... Блин, господи. Почему я должен каждому дурачку, блядь, объяснять эти вещи, ёптую мать? Чувак, такой, самый внимательный, вот еще раз внимательно, посмотри, ебало, открой свое. Вот, ебало, открой, вот, все обзоры в основном положительные, 6704. Недавние обзоры смешанные, они могли какую-то патчу выпустить, который поменял баланс или еще что-то, и людям это не понравилось. Так понятнее? Вот, вот это, вот оценка за все время, вот. Это оценка ввиду недавних каких-то вещей, недавние обзоры. Часто изменения обзоров, которые сильно различаются с основным временем, по которому оценили игру, связаны с какими-то DLC, или с какими-то обновлениями, какими-то патчами. Сразу вот недавние обзоры могут быть вот такие. Странно, что приходится это объяснять, блядь, вроде бы все малопизюки здесь сидят, блядь, дохуя, и все равно приходится объяснять такую вещь. Погнали. Endzone 2. Надеюсь, покажут геймплей, а не только этот. Блин, начало-то скучноватое у трейлера. Так, понеслось. О-о-о, во-во-во, да. Ну, выглядит, по-моему, так же, как первая часть. Может быть, немножко получше, но особо я визуальных изменений не вижу. Наверное, анимации там какие-то... Ой, вообще одно и то же. Вид сверху вообще просто одно и то же. Ну? Слушайте, ну, да это и неплохо, наверное. То есть, я вот всегда говорю, вот что требуется от таких проектов? От таких проектов требуется не испортить то, что хорошо работает. То есть, в основном, такие проекты, как по мне, когда делают вторую часть, они должны делать акцент на контенте. То есть, нахуярить еще больше контента, каких-то мини-возможностей и всякой такой хуйни. А вот если чуть-чуть где-то анимацию сделали лучше, или чуть-чуть подтянули графику, как бы отлично. Но обычно не обязательно. То есть, это такой тип проектов, где упор должен делаться на другие вещи. В целом, конечно, по трейлеру нельзя сказать абсолютно ничего. Но, зная про Endzone 1, 2 я бы вполне добавил себе в желаемое. Вот, а почему нет? Почему нет? Я думаю, что он точно будет не хуже. А почему не добавляю? Ага, добавилось. Пока все доступно, эти две игры доступны в РФ. Так, едем дальше. Новый трейлер Bulletstorm, но VR. Короче, Bulletstorm в свое время мне нереально зашла. Очень веселый, аркадный, тупой, красивый шутер на те времена. Просто было охуенно. Пробежал, прям покайфовал, вообще отлично было. Это VR-версия. Вообще, можно сделать супер круто. У меня VR-а нет, но давайте посмотрим, что ожидает людей в VR-е. Опять, субтитров нет. Типа дюк-нюкина? Нет. Нет. Ну? Нет, ну для VR-а, наверное, на найс, я не знаю. А, ну все. Слушайте, ну для VR-а, наверное, найс. Я вот за VR-рынком, конечно, не слежу плотно, потому что не являюсь пользователем VR-а. Вот. Хотя у меня появилась мысль купить себе PlayStation VR. Сейчас будет выходить новый PlayStation, более мощная. И я вот думаю, может быть, вместе с новой плойкой обновить и VR. И посидеть на диване, похуярить VR. То есть во всякий там, например, Horizon, еще чего-нибудь. Это такой казуальный VR, не очень серьезный, но все равно. То есть почему нет, просто попробовать. Но не знаю еще, на самом деле. Я об этом только думаю, я не знаю. Едем дальше. Очередной VR-проект это квест. Вау. Вот это... Вот это, кстати, интересно. Реально интересно. Квест для VR. Ну-ка. А, не понял, а где? VR-то больше про игру стоя, на диванчике не особо интересно. Да, VR-то про игру стоя, где твои ноги никак не задействованы. Именно про это, блядь, VR, братан. Давай порассказываем мне. Ну, давай, ты будешь стоять, и что от этого изменится между тобой и человеком, который будет сидеть? Открыть тебе секрет? Ничего. Ведь как бы ты не ходил, блядь, по комнате, ты не передвигаешься в игре. Ты передвигаешься за счет стиков на этой хуйне, блядь. Да-а-а, вот-вот, прикинь? М-м-м, да-да. На 360 крутиться можно? Ты и на диване можешь на 360 крутиться, еб твою мать. В смысле, блядь? Тебе, чтобы раскрутиться стоя, надо как бы, ну... Ты ж не можешь голову развернуть на 360 градусов, там, насколько... Блядь, тебе же надо развернуться, так на диване ты тоже можешь развернуться. А как ты стоя смотришь, вот так вот. Ты и на диване так будешь смотреть. Так что, мне кажется, как раз-таки формат игры на диване, в VR, это достаточно удобный формат. Такой казуальненький, но удобный. Он экономит место, которое тебе больше не нужно. При этом, у тебя управление, вроде бы, ты там стрелы натягиваешь все вот таким образом. Вот. Но, как бы, и при этом сидишь, не знаю, по-моему, ок. Ты рассказываешь игроку VR, как играть в VR. В 360 ты не покручишься руками на диване. А что тебе мешает? Я просто не знаю. На какой диван, блядь? Ты прости, ты же игрок в VR. Достопочтенный игрок в VR, блядь. Истина в последней инстанции, пиздец. Тот самый редкостный игрок в VR, блядь. Никто VR, блядь, не пробовал, кроме тебя, блядь. Пиздец, братан. Давай нахуй, расскажи нам, игрок в VR, блядь. Играй стоя. В чем проблема? У меня лично другое мнение на эту тему. Я считаю, что играть в VR, это не игра стоя. Играть в VR, блядь, стоя, только если ты сможешь, блядь, лагами как-то с ним одействовать. В остальном, какое-нибудь удобное, блядь, кресло или еще чего-то. И все. И крутись, блядь, вертись. Без каких-то там спин, не знаю. Изи вообще. Вон себе валик постелил какой-нибудь такой мягкий. Сел на него. Или в какую-нибудь эту грушу, которая, знаете, песком напитанная. Не песком, а таких этих, ну, какие вот штуки. Вы поняли, да, о чем я? Ну, как это называются? Вот такие вот мешки, блядь, которые сидят с людьми. Вот, сел, блядь, и все. И у тебя рукам ничего не мешает, все, играешь, чилишь, пожалуйста. Вот, поэтому хз. Никаких проблем не вижу в этом. Пуфик дам. Гамак. Нет, братан, не гамак. Большинство штанов играется стоя, симуляторы можно сидя. Почему большинство штанов играется стоя, ты можешь мне объяснить-то? Вот, смотри, я сажусь на пуфик. Я сажусь на пуфик. Какая разница между тобой и мной? Типа, мне нужно резко развернуть назад тело, чтобы было все передо мной? Ну, я не знаю, что. То есть, я просто не понимаю. Вот на бассейне я не могу развернуться резко полностью назад. То есть, как бы, поменять положение этого, ну... Весь кайф в том, что можешь быстро вертеться и управлять руками, как в жизни. Держать оружие, поднимать предметы с пола, приседать и прочее. Блядь, ты дурачок, походу, я не понимаю. Ты понимаешь, ведь, когда ты приседаешь коленями, ты не приседаешь в игре, ты... Или приседаешь. Тот VR, который я играл, это там надо... Ты когда пиздили последний раз, а пиздик вообще никогда. Никогда? Значит, начнешь. Приседаешь, то... Нет, в смысле... А, камера опускается. Погодите, а как тогда сиди играется? Подождите. То есть, человек постоянно на картах бегает? А, от игры зависит. Человек постоянно на картах бегает или что? Например, если я сижу на валике. Например, если я сижу на диване, как я приседаю. Моделька подрост позиционируется? Тогда в чем проблема? Ты не с кем будешь? Ну, там же подстраивается как-то все это. То есть, я буду как бы... В игре-то я буду нормальным. А как ты будешь присаживаться? Ну, камеры, видимо, как-то управлять, не знаю. Я буду, блядь, опускать вот так вот, ну, как бы на пол опускаться, как будто я присел. Как бы, ну, как мне не нужно это сделать. То есть, типа, просто вот ты сидишь такой, это, взял, наклонился, что-то с пола взял, типа, присел и все. Там можно регулировать самому. Вообще, это все от самого VR отчасти, отчасти зависит. Если только ты не с маячками на месте всех суставов. Это типа фулл комплект, если брать. А разве у PlayStation VR есть маячок с суставами, блядь? Да, сука, играть в игры VR в шлеме не обязательно стоя. Есть контроллеры, которые позволяют в игре двигать ногами и приседать и так далее. Ну вот, да. Чё-то я не понимаю, вот квеста, в чём прикол квеста в VR? Типа погружение? Не, ну, кстати, прикольно. Да? Блин, блин, ну, кстати, есть в этом что-то. Но всё-таки VR как-то развивается. Ну, слушайте, блин, прикольно. Я вот представил, если поиграть в шлеме в такой квест, в целом нормас. Особенно, когда вот так всяк-то, да, с телепортом прикольно. Не, ну, нормально, нормально. Едем дальше. Трейлер жуткого хоррора пост-траума. Жду развития И, чтобы поиграть в ДНД, где бот будет на роли мастером. Я уже пробовал так поиграть с чатом ГПТ, но он, во-первых, тупой. Во-вторых, всячески порицал противозаконные действия моего персонажа и говорил, что стоит проработать свои жизненные проблемы. Да, может быть, здесь стоит и прислушаться к чату ГПТ. Погнали, что там за хоррор. Субтитров нет. Бля, ебать, Resident Evil какой-то, на самом деле. Ебать, ну они вдохновили... Бля, ну просто один в один. Камера это, ебать, Resident Evil. Фец, Resident Evil. А, кстати, мы посчитали, сколько у нас мужчин, а сколько женщин. Так, женщина, женщина. Здесь никто. Вроде бы, да. Да, здесь неопределённый. Здесь мужчина. А здесь кто? А здесь тоже неопределённый. Пока 2-1. Нет, схуяли я, блядь. А как вы поняли, здесь VR-игры, блядь. Здесь никого нет. 2-2, вот. 2-2 с этой игрой. 2-2. 2-2. 2-2. Ну, мне неинтересно, вообще. Я бы не сказал, что меня хорроры особо оставляют. Особенно те, где надо бегать, какие-то головоломки решать, что-то собирать, блядь. Я бы, вот, люблю хорроры-аттракционы, грубо говоря. В какой-то степени туннельные, но похуй. Там, где ходишь, что-то красиво меняется, там тебя, может, скримерами пугают. Да, похуй, это тупо, но... Это такой формат хоррора-аттракционы, игра такая быстренькая, она не заёвывает и так далее. А вот это вот, ну, не знаю. Я не любитель. Не любитель такого формата. Итак, новый трейлер фэнтезийной стратегии. Ребята, ещё, блядь, бедный Вархаммер. Вархаммер Age of Sigmar Realms of Ruin. 17 ноября выходит очередная стратегия Павахи. Вот это, конечно, глянуть будет интересно. Посмотрим. Последний раз, когда я помню стратегию Павахи, которая была нормальна, это... Как же она называлась? Что-то там... Ой, блин, забыл. Две части было. Такие нормальные были. Напомните, она из двух частей состояла. Нет, не Total War. Down of War, да. Да, они были нормальные. Real Time Streat уже был. Нормально была. Пеги в 16-м был. Многофоним тоже стратый, но потом... Ну, как бы, не то, что стратый такой. Ну, стратегия. Только интересно, это был Real Time стратегия или нет? Кстати, да, М2-3-3-Ж. Тоже здесь главная женщина всё-таки. А мужчина так, статистка на фоне. На секунду подумал, что это тактическая РПГ. Блин, выглядит как вот порту, которому мы сказали. А, не, погоди, погоди. Это вообще формат другой. Видите, как она играется? Смотрите. Смотрите. Слева и справа, как в каком-нибудь Total War, есть эти, как их там. Ну, короче, вы поняли. Вот наверху ХП ваших войск всех. Вон, 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 вон. И вот вы, как вы, руководите. Вы знаете, что это может быть? Типа, есть точки на карте, вы по ним фигарите. Да, то есть нет никакого вот как обычного развития. Вы по ним фигарите. Между этих точек у вас будет какой-то там проапгрейд своих юнитов, нужный найм, бла-бла-бла. И потом в следующую точку хуярится. Если при... Так это Total War? Да нет, это не Total War. Она навряд ли в России будет доступна. Да. 14 тысяч тенги она будет стоить. Ну да, здесь вот так фигаришься. В целом... Слушайте, в целом... Я бы попробовал, наверное. Да, там как-то... Да, Witch War in Conquest Mode. Короче, не совсем понятно что, но я вот на казахском добавил ее себе в этот, как его, в желаемое. Наверное, и здесь... Неплохо. Слушайте, если там будет Conquest Mode такой, вот таком, это прикольно. Трейлер шутера Delta Force. Ёкарный бабай, который перезапускает серию Delta Force. Твою мать, сто лет в обед, блядь, ёкарный. Это ж вообще, это же просто, это момент детства фактически. Ничего себе. А ну давай глянем, как они перезапустили. Да, серия вообще забытая. Там был Трамп написано. Немногие, немногие знают, но звук PlayStation на самом деле... На самом деле, там говорится, Трамп. Да, к чему бы это? Заговор масонский, ребята. Бам, бахик. Отсылка с Аглы. Ну чё, как-то... Хотя, мне хотелось сказать, что как-то опять по-обычненькому всё уже заебало, но... У него мультиплеер, наверное, будет, да? Интересно, какой. Бля, ну выглядит прикольно. Вау, прикольно. Ой, прикольно-прикольно. Батлфилл ебать. Реально, Батлфилл просто один в один ебануться. Нихуя себе, блядь. Да Батлфилл и... Слушай... Бля, вообще... Вообще... Прикиньте, там будет вот этот военный режим... Там 32 на 32, где тоже классы надо качать и так далее, и так далее, и так далее. А в целом, а вдруг нормально будет? Ну-ка, дайте проверим. В России её, конечно же, нет. В России её нет, но это ожидаемо. Что касательно Казахстана... А, её нет и в Казахстане. Так, её вообще нет пока, отбой. Не, погодите, её пока нет вообще. Но я не скажу, что я бы её добавил. Я буду за ней следить, ну, наверное, по возможности, но я не буду её добавлять желаемое. Но вообще, типа, почему нет, если будет что-то такое? Я люблю Батлфилд, что-то похожее. Я бы попробовал бы. Новый трейлер стратегии Хоум Ворлд, блядь. Хоум Ворлд... Блядь, если я не ошибаюсь, Хоум Ворлд это охуительная стратегия. Во-первых, в России есть. Если я не ошибаюсь... По-моему, она у меня даже есть. Хоум Ворлд это охуительная стратегия. Космическая, если что. А, нет, у меня её... Я её играл на пиратке, видимо, да, очень давно. Вот, короче, это космическая стратегия, кто не шарит. Вот. И она, она, короче, очень красивая. В своё время она была такая требовательная. Это пиздец. То есть это вот для своего времени вообще был кайф. Она прям вообще... Она... Ну, она, знаете, она... Она душная в ахуе просто. То есть, как... Ну, как не душная, она такая, ну... Необычная, наверное. Непривычная, что ли. Окей, третья часть Хоум Ворлда. Я, конечно, добавлять всем желаемого не буду. Желаемое не буду, но серию уважаю. Тут официальные русские субтитры. Так, во-первых, запишите. У нас записали мужика с Дельта Форс в качестве этого протеже. И сейчас надо записать женщину. Три-три уже, да? А, три-четыре. Понятно. Пожалуйста, считайте кто-нибудь еще, потому что есть дурачки, которые путают. Потому что я хочу, чтобы вы узнаете, что происходит. Мы были задержаны с завершением Кэрэн-Саджет и 5-й флитной миссии. Дископер, основа этой аномалии. И остановись ее раз и для всех. Привет, мазохист. Дарт Вейдер какой-то был. Не Дарт Вейдер, а этот. Забыл. С маской такой еще. Красный. Дарт Сильвус по. Я знаю, что мы ждали, что это просто шейк-дам-крус. Да не, наверное, это можно мужчинам записать. Запишите эту в мужика. А, или нет. Погодите, там баба как главный герой опять. Постойте, отбой, отбой. Не, 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 постойте. Вот эта баба в колбе, постоянно на ней сведоточено что-то. Ну просто апгрэженный хоу, апгрэженный хоу-орлд. Да, все-таки бабы. Записывай в бабу. Все, понятно. Я командую флотом. Все, окей, это в женщины опять записывайте. Да-да-да. Все-таки женщины здесь главные. Вот. Короче, что скажу. Хоу-орлд. Блин, ну как вы увидели даже по кадрам, которые он рассказал, показалось в первой части, то же самое, только улучшенное. И это хорошо. Это хорошо, и это прикольно. Так, кинематографический трейлер RPG Starfield. И с игры состоится уже с 6 сентября. Вот, блядь, я бы ее постримил, но смысла нахуй не вижу. Потому что все на английском, а текстов таких игр мега тонна. А там, по-моему, даже не будет русских субтитров. И это будет ебать не крутое прохождение. Это будет просто, просто, просто какой-то показ. Переводить килотонны текста, а будет там очень много текста. Очень много. Это вообще не круто. Я дождусь какого-нибудь пиратского перевода. Или еще чего-нибудь. И потом мы, может быть, с вами посмотрим. А без этого вообще не хочу даже это. Слепое прохождение вообще не хочется. Ну, давайте глянем. Starfield, кинематографический трейлер. Полетели. Инклюзивненький сразу кадр с самого начала. Человек-ракета играет. Хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне, честно говоря, не очень понравился этот кинематографичный трейлер Как вообще на поху их Так, это к мужикам, записывайте Слушайте, ну ок, не знаю У меня к Старфилду абсолютно осторожные отношения Вот, надеюсь, что все будет замечательно Но прям интерфейс меня, конечно, дам Там ты сам своего перса создаешь? Так Анонс хоррора Little Nightmares 3 Итак, анонс хоррора Little Nightmares 3 Игра получит возможность кооперативного плохоздения Поехали Я, конечно, Little Nightmares не то чтобы очень люблю Но в какой-то степени я считаю, что он безумно переоценен Просто пиздец Там по нему сериал хотели сделать Не знаю, сделали или нет, но... Опять же, лично мое мнение Я уже вижу, что нихуя не поменялось Но опять же, для такого формата игры Это, это окей То есть, как бы, все в порядке То есть, меня здесь особо ничего не надо Подтянули графику Создали, ну там, новый мир Какие-то персонажи всякие там Какие-то, может быть, геймплейные механики И нормально Так что за это мы ничего не будем Минус какой-то ставить и так далее А это две девки, я не понимаю Или... Или пацан и девка А, нет, это пацан Ну ладно, образы прикольные Здесь никому балл не записываем, ребят Здесь оба Никому не записываем, поэтому... Ну, опять же, просто мимо меня Это тот же самый Little Nightmares Как бы новый, немножко, новый мир Там какая-то, новые приключения В целом они сделали все правильно Так и должно быть Там вроде графа чуть получше Ля-ля-ля Там всякая хуйня Кооперативный режим Типа отличное прохождение, блять Ой, отличное продолжение Все окей Но чисто мимо меня Мимо меня, нахуй Дальше едем Геймплейный трейлер ролевого экшена Black Myth Wukong Ой, я об этой игре слышал Я не знаю, она многострадальная какая-то Ее, что, что с ней в итоге Что? На этом, приятно, она выходит Ну, давайте посмотрим Тож там обещались непонятную смесь Нормально пою для человека У которого нет Ямала О, прикольно, кстати Вот этот кадр охуенный Бля, ну прикольно Мне нравятся образы Образы противников и так далее Нет, ну прикольно Необычно Необычненько Так, ну нормально Кайф Блин, блин, клево, клево Очередной соус Она будет Прикольно Она будет с элементами соуса Но это не соус Они уже об этом говорили Когда-то Мне нравится, кстати Слушайте, мне Мне понравилось Мне понравилось Давайте глянем в стиме Так, она есть в стиме Уже И она есть в рф Да, неплохо Но вы поняла Они могли сделать мифы Про женские Короче, это к мужчинам записывать надо Так, едем дальше Анонс Кооперативного шутера Erik Fur 3. О-о-о-о! Ой, но это... 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 Я не играю в него. Я не играю в него. Но... Но нормуль. Но нормуль. Давай, давай. Это прям... Да, это... Да. Это сейчас будет интересно глянуть. Наверное, Графло будет такой приятный совсем. Прям. Киборг-убийца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о-о! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА слушайте но по анонс прям старый добрый киллинг флор то же самое но опять же здесь претензий никаких в целом окай надеюсь что новая к инфинити флюшка 5 накрутит как со второй был там был просто килотонки винтифлюшка в третье на будет их еще больше забасы вау и еще of empires 4 вышедшие на писи двадцать первом году появится на иксбокс очень твою мать интересно вообще each of empires культовая стратегия потрясающая свое время не в эту часть а там первые вторые чего по и раз третье было просто на огромное количество времени даже компьютерных клубах играли херачились было круто но просто да на иксбокс появится вот как бы игра уже не новые все уже знают о четвертой части но все равно глянем трейлер что они тут сделали в целом ничего не сделали у я не так сбокс на я очень рад но круто когда люди получают игры какие-то да когда игры распространяются люди могут играть на разных платформах это прикольно главное чтоб сервера были общие но здесь и не мужчины не женщины здесь никому ничего не отдаем здесь просто здесь нет таскать лица презентации как бы здесь сказать нечего все что же можно было я сказал классные к статегии культовая круто дебютный трейлер фильма зако снайдера ооо мятежная луна картина выйдет на netflix до 2 декабря а ее segel 19 апреля кроме того по франшизе разрабатывает видеоигру зак от зака снайдера это крутяк ничего себе а что за мятежная луна это какой-то известный персонаж или это они создали Что это вообще? Netflix? Ну не, ну Netflix хуй с ним, там Зак Снайдер, ребят. Сразу записывайте «плюс к женщинам». Интересный, кстати, сеттинг. Фашисты из космоса приехали. Какие? Хотя вот это мне не нравится. Какая-то смесь «Звездных войн», «Вархаммера» и «Игры престолов». Ну, по ощущениям, вот так вот. beleza «Звездная война». There is a difference between justice and revenge There is a place to pay for your defiance. él Service my love's shh, one moment. изначально фильм должен был быть спин-офф в звездных войн и scheём именем не боюсь и мы либо чем нас шаглл ДDoц да, дай, дай, дай Роу Мол perи Он может быть мужчиной но не хвост миф что не удостоверение Продолжение следует... 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 но город выглядит прикольно типа как он живет но вот я помню мы смотрели геймплей какой-то спасибо фасия за подписку на пусть и да кстати запишите это мужчины ребята мужики а откуда у мужиков восемь появилась блять пейдей блять окей давайте так пожалуйста мне нужен один человек адекватный который будет записывать куда что-то вопрос мы после меня когда я скажу потому что 500 клоунов считает каждый по-своему блять увидел в пейдей нулевая сосредоточенность на персонажах записал мужчины то есть вообще нет представительств просто показали шутер вообще безо всего безо всего блять но вот есть кто-то кто нормально может записывать когда я буду говорить кто-то когда я скажу куда и что записывать ладно я буду сам писать окей сколько было до по идее скажите пожалуйста я буду делать сам давать 6-5 до по идее окей ну мне вообще честно блять мне не интересно люблю ассасинов но чет блять вот это вот возвращение к истокам блять нахуй не мнение не хочется менее вещи похую так до по идее 6 получается сейчас 75 все я буду сам вести потому что нас куча дебилов блять в чате я я просто просто добавил потому что до кучи как бы пройду но так интересно нулевое вообще у меня погнали дальше демонстрации персонажей и одиночного режима текина восьмого блять кайф вот ты вот это заебись блять когда вот файтинги дальше идет это кайф я люблю с мои чемпионаты по файтингам мне нравится когда выходят новые файтинги это прикольно это кайф на погнали к тому же текин текин восьмой узор что вы нормально вроде бы на фоне 32 перса будет новая сага сервер а дурочке ха че не ст ури ума а у у у Кайф Круто, круто Новый синглплеер мод Аркад квест Ой, игра в игре начинается Ну прикольно, кстати, сделали Типа ты приходишь, как в аркадные автоматы И садишься фигариться Прикол Не, не, прикольно Ну таким кайф Таким кайф Здорово, что продолжаю делать Здесь опять никуда не записываем ничего Потому что, ну, понятно, думаю, почему Так, едем дальше Геймплейная демонстрация шутера Call of Duty Modern Warfare 3 Мы, кстати, его смотрели 10 минут Ну, мы прокликаем, понятное дело Короче, здесь просто 10 минут Мы уже смотрели трейлер Так что давайте просто Посмотрим, что новенькое Ну-ка Ни слова по-русски Ничего новенького, конвейер работает Ну, 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 типа людям нравится Люди хавают В принципе А, это с консоли Блять, что-то Что-то Всертовато По-что А, по-русски, да Они же Не знаю Ох, это русский гулаг на 25 этажей Ну, реально, ну, это клюк Вы чего хотите Карамиска Не за что Спасибо за подписку Я так понимаю Это ты Кикер Бокер Да Спасибо Ну, в целом Как бы, блять Не знаю Просто колда Даже сказать нечего Типа стандартный конвейер Как правильно заметил Я, ну, я не говорю Что-то плохое Ну, просто ок Мим-мим-мим Меня себя проходила колда Пытался в нее втянуться Но хуйня это, блять Коридорная Так Трейлер фэнтезийного Симулятора выживания Найтингейл Ух ты Фэнтезийный Симулятор выживания Так Ну, я думаю, что это Ну, обычный Сурвайвал Просто фэнтезий Сеттинг, да Ничего такого Этого Стандартный Стандартный Просто сурвайвал Опять Чем-то напоминает мне Отчасти этого Конана, по-моему Ну Поняли, да Тоже сурвайвал Который Мне всегда было скучно Сурвайвал Типа идея Крутая Но Мимо меня Типа Для меня Это просто Очередной Сурвайвал Наверняка С не очень Хорошей графикой По факту Будет Да и она Здесь, в принципе Тоже видна Вот Ну Такое Как бы Просто стандартный Это же сурвайвал Опять одно и то же Идешь Рубишь Что-то там строишь Блядь Не знаю Мне не очень Такое нравится Неплохо Но потом вспоминаю Что большую часть Времени Такого экшена Не будет Да 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 Новый трейлер Бесплатный Экшен РПГ Пиздец Еще одной А, да Я помню Zenless Zone Zero От студии Михуё Блядь Создатели Геншин Импакта Ебать Это Я Чё-то О ней Слышал Блядь Сто лет Назад Ну то есть Я даже И не помню Как давно Ну чё Погнали Давайте Посмотрим Невероятная Ролевая Игра А А почему Это Блядь Это Блядь Как Нахуй Получилось Подожди Ты считаешь? Да. Блядь, я не понимаю просто смысла во всём этом, честно. Блядь, ну это же самое, я не знаю. Буквально. Мне уж, блядь, раздражает даже вот их стиль, он уже заебал, они даже его не меняют никак, вот просто одно и то же. Новая демонстрация, экшен-рпг, ханкай старрейл. Блядь, а тут-то чё они решили показать? Обновы что ли какая-то? Но есть плюс к девкам. В этом трейлере. Блядь, 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 блядь. Блядь, блядь, блядь. Блядь. Ну просто-просто обнова какая-то. Я не знаю, что комментировать. Ой, ладно. Да блядь! Я заебался одну и ту же игру уже третий раз смотреть. Сука, отъебитесь от меня уже. Блядь, я думал это в трейлере, блядь! Я думал это в трейлере, блядь! Это не время для дистракций! Серьезно, у тебя есть огромный магистр, который стоит здесь! Но, конечно, Genshin лучше из их трёх игр, вот этих вот. И один тот такой, охуенно! Я не смотрю аниме, у меня дети мусульмане! И кто-то один, просто послушайте в зале. Спросите. Такой, знаете, нанятый заводила, типа. Да потрясающая игра! Я лучше такой не видел! Подошёл к другой толпе. Ого, это что-то инновационное! Потрясающее! Куплю себе и всей своей семье! Серьезно просто, блядь, такой бегает. Один такой, ааа, хуенно! Так, ладно, едем дальше. Ну, блять, комментарии в ноль. Сюжетный трейлер Souls-like RPG Lords of Fallen. Кста! В свое время я проходил Lords of Fallen первую часть. Это вообще, блядь, какая она входит? Вторая или какая? У меня есть карта. Ха-ха! Lords of Fallen! Подожди, эээ... У меня она есть. Или как-то... Так, она в стиме есть, она... Ее в России нет. Lords of the Fallen. Вот. Эээ... Знаете, когда видишь красивые соулсы, тебе очень сильно хочется добавить их себе в анус. Вот. Прям хочется. Они такие крутые, ты думаешь, что, о, бля, поиграешь. Но потом что-то думаешь, что я в пизду, блядь. Потому что это соулс. Единственный соулс, который мне охуенно нравится, это Нио. Вот он вот необычный соулс. Вот Нио, заебись. А вот эти вот соулсы, они все-таки такие, более стандартные. Хотя первую я прошел, было прикольно. Ладно, погнали. Ну или не первую, просто какая-то была уже Lords of Fallen, еб твою мать. Так, выгодите. Погнали. А, это перезапуск? Понял. Вот если в Lords of Fallen можно будет сделать полноценного лучника, блядь. Не переключение там на лук меч, а полноценного лучника, блядь. Я поиграю. Сеттинг прикольный, да. Сеттинг прикольный, блядь. Сеттинг прикольный, блядь. Слушайте, ну выглядит красиво, вообще соусы часто выглядят красиво, так ультимативненько, вот в их сеттинге, такие прям вот, прям вот такие сочненькие, прям хочется, хочется каждый раз, блядь, войти, покупаешь, и у тебя потом лежит эта игра, блядь, пиздец, 100 тысяч лет, тут вроде есть класс лучника, все, тогда добавлено, блядь. Все, тогда, тогда играю, а то у меня уже заебали стандартные соусы, хочешь что-нибудь новенькое, чтобы, блядь, там это, какой-нибудь класс был этого лучника, ёб твою мать, еще, ну какое-то, что-то, что-то необычное, я знаю, блядь, трейлер многопользовательского режима Sonic Superstars, игра выходит 17 октября, ёб твою мать, ну давай посмотрим, го. Не, ну прикольно, это кайфно, я уже говорил, заебись. Баттл-мод какой-то, лоу. Неплохой платформировать? Ну да, как когда-то давно. Не, ну круто. Не, не, классно, классно, на самом деле, молодцы, что они сделают, этот Sonic будет кайф. Меж тем, Sonic Frontiers, The Final Frontiers, в сентябре получит бесплатное дополнение с новым сюжетом и персонажем испытаний. Блядь, вот Sonic Frontiers, что у него там вообще? Так, нет, его здесь нет. Чё у него там? Бля, нихуя очень положительный. Блядь, ну она реально оказалась заебись, что ли, я в шоке вообще. Чё? Ну ладно, хер с этим. Да, да, ребят, очень... Либо Sonic'а ёбы, блядь, долбоёбы, либо игра хорошая и вправду получилась. И просто это тот случай, когда по трейлерам полная параша, а она на самом деле заебись. Блядь, а шо это за пиздюк? Хе-я-я-я-я. А, всё? Новый играбельный персонаж, новая история, новые выводи, как вы, челленджи. Е. Е. Видите, комментарии после этого ППЦ. А, типа, ее дочь, понятно. Ну, как бы для меня, конечно, неинтересен Sonic Frontier, хотя, может, когда-нибудь его попробую, потому что что-то меня прямо озадачило, что его высоко оценили. Трейлер, трейлер многопользовательского шутера The First Distinent ОБТ-проекта пройдёт в сентябре. Многопользовательский шутер? Так, давай-давай. Интересно. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, descendant. От Nexon, от Nexon, от Nexon. У них куча RPG многопользовательских таких разных, а слышали, а не только. It's the Ironheart! This could wipe out all of the Volgus, right? It's so cool! Спасибо, черточки, за подписку на бусте, бро. Но, despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you, are the only chance we have. Ну, здесь плюс к бабам опять. Блин, ну прикольно, кстати. Варфрейм какой-то, да. Реально, варфрейм. There's a Gravewalker. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, слушайте, я бы не стану добавлять её в желаемое или что-нибудь такое, хотя её, наверное, её, скорее всего, поскольку это NXON, её, наверное, не будет вообще в стиме. А, нихуя себе, она есть в стиме всё-таки. Но в Russian, да, у NXON, у них вообще почти никогда языка не бывает никакого, кроме английского, всяких китайских, корейских и так далее. Вот, ну ладно, добавлю, хрен с ней. Просто я люблю многопользовательские шутеры, посмотрим. Так-то выглядит вроде бы, короче, и говно, и не говно. Надо будет смотреть. Так-то может быть неплохим задипалом Формилов, какой-нибудь классный, красивый. Надо узнать, как будет внутренняя игра строится. Релизный трейлер симулятора ходьбы Форд Солис. Погнали. А ты в Ватфрейме так пока не хочешь, мне вообще не нравится Ватфрейм. Типа она крутая, но там она пизда для меня неудобная какая-то, блядь, пизданая. Она говорит, короткая, часа на четыре, но атмосферу норм. А, мне вообще такое не нравится. Я думаю, что здесь может быть, что случилось. Что за хрень происходит, Джеки? Ты должен уйти и оставить центральности. Во фрейме система прокачки неприятная. Да, да, вот это мне тоже не понравилось. Короче, касательно этой игры, ну вообще просто посрать. Да, реально симулятор ходьбы. Ну не знаю, как можно сказать. Посмотреть фильм и одновременно быть главным действующим героем. Что-то такое, хз. Что-то прям вообще. Ну мне такое никогда не нравилось. Студия Saber Interactive представила симулятор покорения бездорожья Expeditions. Modrunner Game. Ну, кстати, вот это может быть очень даже неплохо. Дайте попробуем посмотреть. Это может быть реально неплохо. Не, ну прикольно, кстати. Смотрим. Смотрим. Для каждого обстановка есть решение. Для каждого задача — инструмент. Для реально... Это прикольно. Зачем сидеть и душиться в ней? Слушайте, но в этом весь кайф. Не в духотек, как ты проходишь эти всякие грязи, ещё что-то, адаптируешь тачку. Я сам такое не играю, но я считаю, это прикольная штука. А вот, такие игры более чем достойны существовать в нашем мире. Релизный трейлер гоночной игры The Crew Motorfest! Это что это за гоночки-то, а? Что-то я как будто бы не слышал, а если слышал, то что-то я как будто бы забыл. А ну-ка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Но что-то выглядит мне как бы не очень нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то как-то хз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я правда не знаю, что они там собираются еще раз показывать. Блядь, мы уже все видели, и так все понятно. Че они там, блядь, эти ебаные ролики клепают? Очередные, хуй пойми. Ну, пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте, давайте, это ладно Добавить риппера к кроме за борьбу? Не плохая идея Хорошо, я готова Добавляйся на дорогу да угадаются сложности тоже они ничего не поправили все-таки не поправит наверно новые тачки что-то, что будет спирать тебя безопасно кто-то... Диспатч Дэй Хунтер Будьте успехи Взрыв! Взрыв! У меня нетронер сидит! Девушки! Сейчас! Все подруги, у нас ситуация в Уотсоне Взрыв! Оооооу-ооооооо! Нихуя прикол НСи, пожалуйста! Взрыв! Давай объяснимем это так же Ни пуш, ни пуш, ни ключ Нормально! Здраво! Два! Доставьте! Драгут! Браво! а юный опыт смог марки новые опасные районы огромное количество новых квестов разных пиздилки на автомобилях и всякое переделанная система полиции ой блять combat а и ребята ну обещают что и искусственный интеллект у нас будет в боях получше ладно англ с динамики венцент мишинс это пиздец как что это будет такое редизайн кибер wave and perk soul new релик skills 3 обильно это мы тоже видели увеличивает увеличен левел к кап максимальный стою плюс new всяких вещей предметов оружий fashion кибервейр всяких таких как его имплантов так далее но слушайте по вот этой хрени круто круто по вот этой хрени круто как те группа радио хэд да немного но не не неплохая плюс девка да плюс девка здесь естественно что все про девку вот прикол прикол ну обещание неплохие обещание неплохие конечно но я это пробовать буду хз когда трейлер трейлер стратегии storm gate но если они сделали работу над ошибками то вообще кайф кибер-старм gate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like warcraft 3 and starcraft 2 о ничоси он feature highly asymmetric armies fighting for control of earth's future today we have an early look at our second faction the infernal host infernals live and die by the code of victory at any cost they have a powerful advantage shroud fields of dark magic that strengthen their armies the lowliest infernal units are the worker imps you might think they're cute but don't get too close between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash infernals will sacrifice everything including themselves to emerge victorious on the music front the chain smokers are advising us on a soundtrack we're working with composers like затир 2 подписку frank clopaki of command and conquer we'll share more later this year including some of the friends we brought in the lender voices to our co-op campaign слушайте это прикольно какая-то херня нет это понимаете это как дань дань старым этим warcraft 3 star craft 2 они все это смешали если у них получится до игры долго играющие какая-то хорошая стратегия которые будет отлично передавать атмосферу и а геймплейные особенности игр о которых они говорят то это будет отлично она отлично вольется в комьюнити я увереннее будут играть хуярится и так далее но непонятно насколько это соответствует действительности вот ну поживем увидим новый геймплейный геймплей деблоида ласт о я в нее играл ебать когда она еще только блять за вот блять еще пиздец сырая была и вообще она была неплохой тогда но прошло уже столько времени давай посмотрим вот это мне интересно глянуть конечно что же они там сделать я играл только только она вот блять а где а ебануться бы пол пол видоса хуйня какая-то но это повод ее чекнуть блять на релизе наверное ну-ка давай классис to choose from every single skill would have its own build defining skill tree reaching in game would be just the beginning and it would be updated for years so we could play forever last debug makes crafting and finding items super rewarding и она была прикольная i think this is the most innovation we've seen in a trade system in an rpg in at least a decade бля прикольно не не прикольно 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 не прикольно это ее можно будет как-нибудь по задротить она у меня кстати есть вот она она у меня кстати есть да но она уже скоро уже к релизу подбирает смотрите видите бета 091 до 4 был то есть она уже вот-вот она ну хотя как вот-вот бреху не сколько еще будут делать у них вроде должно быть когда дата у них нет даты релизный 7 сентября но это блять не релиз будет это скорее всего будет этот большое обновление и что-то такое вот ну ладно это кайф это кайф как бы я мошках не гляну многопользовательская как и marvel snap покинула ранний доступ на писи и вышла в релиз так вот это мне интересно будет глянуть давай наконец-то релиз вот сейчас и можно посмотреть ну-ка вроде очень хорошие отзывы они или как вот кайф и и вот и и и и и и и и Так, вопрос к тем, кто уже играл. Скажите мне, пожалуйста. Во-первых, она у нас недоступна, я знаю. Доступна в другом. Скажите, пожалуйста. Немножко мне непонятно. Там есть синглплеер какой-то, компания нормальная? Или она только на... Ну, короче, только мультиплеер, и в этом весь вся суть. Или там есть охуенный синглплеер, и он какой-то долгий. Нет? Нет? Ну, пошла она тогда нахуй, блядь. Пошла нахуй. Вот. Но выглядит прикольно. Она недушная? Да, все, пошла нахуй. Новый трейлер Мотокомбата 1 демонстрирует новых персонажей. Мы смотрели уже трейлер. Собственно, ну давайте я, блядь, не знаю. Господи, блядь. Так, давайте я, яйза, посмотрим еще раз, потому что тех есть, кто не смотрели, а у нас будут когда вырезать все это, Gamescom, чтобы там было все. Поэтому мы все равно еще раз посмотрим. Вот. Я уже говорил, вообще, это очень круто, там камбэкнули куча персонажей, и это прям ништяк нереальный. А почему, блядь, такая задержка, ебучая, блядь. Да, вот здесь лучше. Не, ну он, он прям хорош. Камбэк персонажей хороший, вообще, прям, отменно. По всем трейлерам, которые сейчас я вот наблюдаю по первой марте, они, конечно, все очень сильно радуют. Прям вообще. Смотреть на это на чемпионатах будет на удовольствие. Прям. Очень круто. И Матара, и все, прям. Ну, здесь женщину добавляем плюс. Красивую женщину вернули. Где? Ну, хайф. Кайф. День 7, как обычно. Матара красивый. Ну, здесь вообще, прям, вообще, все кайф. Честно, прям очень хорошо. Параем. Конец. Крутяк Но, говорю, Mortal Kombat Прям вообще ожидаемо Ожидаемо Анонсирующий трейлер стратегии ARA History Untold World Блядь, ну Так, ладно Про Ару какую-то, давай Вообще, что-то не помню про нее, не слышал Бурж-Халифа Поку-халифа Поку-халифа О! Ну, кстати, прикольно! Будешь быть красным? Будешь инспирировать? О, и война будет! Блин, мне нравится! Слушай, на удивление меня заинтересовало! Скажу честно! Так, она у нас доступна! Окей! Закидываем! Нормально, нормально! Такая какая-то казу... Какая-то казуальщиной от нее пахнет! Но приятной казуальщиной! Как будто бы недушная стратегия, но при этом разнообразная! Возможно, я ошибаюсь, конечно, но... Итак, дальше! Трейлер второго сезона Diablo 4! Season of Blood! Будем смотреть вот здесь! Нормально пишет! Стартит смоу! Немного людей! Но никто не забыть! Мертвые! Дискарды! Бля, как же Diablo, сука... Какая же была надежда на четвертую Diablo? И в итоге, сука, умерла в помойной донат... В донатерской помойке! Бля, пиздец! Бля, это просто разочарование! Бля, чтобы закончить коррупцию! Но они слишком поздно! Это меня изменило! Убили их! Убили их обратно! Готовы! А чё они добавят-то с новым сезоном? Нам перечислят? Мы нужны что-то... Другое! Убилища... ...в всем их силам... ...и ни о наших врагах! Кто-то... ...не ожидал! Готовы! 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 новые квесты новые так а новые квесты эти новые в эмпирические способности 5 новых ингейм боссов ну для сезона наверное для сезонного апгрейда наверно нормально ну вот я конечно в это играть не буду новый трейлер приключения даст бор насколько на мощи осталось а все уже почти все ребята и пойдем сейчас еще пару видосов глянем даст борна но вот по вот этой превьюхи но вы поняли по превьюхи конечно да давай посмотрим три жирные лесбиянки готовы бороться за то чтобы люди знали правду мужиковатые курсионеры из-за них моя страна погрязла в полном дерьме я бы сказал о всклизкой белой сперме из баков которые протекли и засиделись на своих местах мы рок-группа инцельных ублюдков жирная бэйба темнокожая тигрица лесбуха кэти и гей джон дадим им просраться и есть вот здесь музыка клида кит's будет кейт-коп и физическая вода лошадь это я не удивлён, что жирная прыгает это даже выглядит как говно спасибо кулка это две подарочные за три пиздец это даже выглядит как говнище но тут взять комментировать только портить нахуй короче это дерьмо анонсирующий трейлер забавного платформера thing godness you are here так ну давай спокойной ночи чатик спокойной ночи кулкэт спасибо большое спокойной ночи урон а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok